Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня у меня для вас максимально агрессивный контент. Я хочу объявить. Группа Купи и Холди Рипл XRP достигла 200 тысяч человек. XRP-сообщество здесь планирует купить и держать XRP 1 февраля в 8.30 по восточному времени. Я должен был обсудить это давно, но получилось только сегодня. Я хочу заявить прямо сейчас. Я не буду участвовать в этом, и на это есть несколько причин. Одна из них, я не помогаю с координированным группам, которые работают по схеме Pump и Dump. А я уверен, что именно такое сегодня и произойдет. Однако из-за того, что это XRP, я должен сообщить вам, что это будет происходить сегодня. Но что делать вам, решать только вам. Я не вправе распоряжаться вашими деньгами за вас. Я принципиально не занимаюсь доверительным управлением. Однако я всегда поддерживаю то, что делает сообщество XRP. Мы с вами прошли через полное дерьмо, если честно говоря. Казалось, весь мир был настроен против нас. Комиссия по ценным бумагам и биржам США поливала и поливает нас грязью. Хейтеры поливали и поливают нас грязью. И мы ждали момента мести. Мы так сильно ее заслуживаем. Мы видели множество статей, которые распространяли панику и страх насчет Ripple XRP. Так много давления на цену и курс Ripple XRP. Именно поэтому сообщество XRP, которое еще осталось, натренировано именно для этого момента. Это как селекция, в конце остаются только самые сильные и качественные особи. Теперь я хочу, прежде чем говорить о том, что происходит, обратить ваше внимание на событие черного лебедя, которое указывает на потенциальный сквиз, то бишь резкий вертикальный рост на серебре. И все благодаря этому среднему пальцу, который показывает сообщество Reddit Wall Street миллиардерам, старой системе и всем этим зажравшимся фондам, что помыкают нами и нашими деньгами, как хотят. Все благодаря этим ребятам, которых сейчас называют Wall Street Bets. Или же Reddit Traders или еще что-то подобное. Я не вкладываю денег в то, что они делают, но я поддерживаю то, что они делают, потому что я обожаю ломать старую систему любыми способами. И в последнее время я слышу множество слухов и вижу множество фактов о потенциальном сквизе цены серебра. И на этом фоне Goldman Sachs предупреждает, что если такие шорт-сквизы, какие показали GameStop, DoggyCoin, RippleXRP и, возможно, покажет серебро, продолжатся, то весь рынок может обвалиться. Ребята, вы слышите этот нарратив? Да, они стараются обвинять нас. И они постараются обвинить розничных инвесторов в грядущей рецессии и коллапсе фондового рынка. Потому что они знают, что это произойдет. Я скептически относился к этим движениям против Уолл-стрит. Ведь, с одной стороны, это восстание, как говорит Рей Далио. А с другой стороны, хороший способ для них сместить вектор вины с центральных банков, гиперинфляции доллара, ответственности правительства на розничных инвесторов. Именно поэтому то, что сейчас происходит, не есть хорошо. Единственная причина, почему мне нравится это наступление розницы на волков с Уолл-стрит, это то, что впервые за все время у нас есть шанс огрызнуться. Но это все равно нехорошо. Центральные банки делают то, что делают уже долго, практически с самого начала своего существования. Розничные же инвесторы огрызнулись всего лишь единожды. Но этого уже достаточно, чтобы мы оказались виновны во всех грехах. Самый недооцененный рынок, самый перепроданный актив на планете, по моему мнению, это серебро. Gold Telegraph в Твиттере указывает на следующий факт. Armex, я так понимаю, это компания, которая занимается драгоценными металлами, у себя на веб-сайте пишет. Из-за беспрецедентного спроса на физическое серебро мы не можем принимать дополнительные заказы, пока рынки не откроются вечером воскресенья. Ребята, похоже, что мы вот-вот увидим шок предложения серебра. Short Squeeze это то, что может произойти. Серебро всегда было тем драгоценным металлом, которое я рассматривал как наиболее потенциально выгодное, особенно по сравнению с золотом. Я купил его еще 10 месяцев назад после коронавирусного обвала рынков. Я покупал его и в декабре еще несколько раз. Именно физическое золото через Мегабанк. Но, друзья, это может обвалить весь рынок, считает Goldman Sachs. А я считаю, что не только рынок, но и банковскую систему тоже. И это не будет нашей виной. Это определенно их вина. Но нам нужно приготовиться наперед. Я не удивлюсь, если мы снова увидим приостановку торгов. На этот раз уже на серебре. Мы видели, что комиссия по ценным бумагам и биржам США снова нацелилась на площадку Robinhood, которая лояльная в том числе и к криптовалюте. И хотя я думаю, что Robinhood, как и Reddit, защищены от судебных исков пользовательским соглашением, комиссия, скорее всего, что-то да и сделает против них. Ведь она уже заявила, что наказание за вредную активность вокруг акций GameStop и Robinhood последует так или иначе. Непонятно, кого именно они хотят наказать. GameStop, Jamie Group, группы розничных трейдеров АК Уолл Стритс Бэтс или может быть сам Robinhood. В любом случае, сейчас мы наблюдаем, как система говорит, чем она на самом деле является. Хотя мы с вами и так знали, что она такое. Люди на Уолл Стритс заботятся о правилах лишь тогда, когда именно у них, миллиардеров, возникают проблемы. Когда богатые богатеют за счет народной массы, их это устраивает. Но когда богатые теряют миллиарды долларов из-за народных масс, они вспоминают о правилах. Пришло время комиссии по ценным бумагам и биржам и Конгрессу заставить экономику работать на всех, а не только лишь на себя. И это, ребята, не мои слова. Это цитата председателя комитета Сената США по банковской деятельности Шерарда Брауна. И действительно, хедж-фонды потеряли десятки миллиардов долларов из-за действий розницы. Например, Melvin Capital потерял 2,7 миллиарда долларов. А совокупные потери шортистов на GME оценивают почти в 20 миллиардов долларов. Все эти деньги потеряли крупные инвест-фонды. Это черный лебедь среди черных лебедей. Это первые проблески того самого финансового переворота и перезагрузки, о которой я говорю уже больше года. И хотя я давно этого жду, все равно, когда вижу этому подтверждение, я нахожу это очень-очень красивым. Вы, ребята, знаете, что я давно говорю о финансовой перезагрузке, о смене системы, о паузах на торговых площадках, о приостановках торгов, если что-то им не нравится и так далее. Но когда это случается, никто и никогда не ссылается на меня. Но зато каждый считает необходимым при случае рассказать об этом от своего собственного имени. Невероятно. Но я просто продолжу делать свое дело и буду занимать позиции в криптовалютах, драгоценных металлах и так далее. А затем просто обнаружив себя в кресле, наслаждающемся этим всемирным шоу. Именно так мы и побеждаем в этой игре. 99,9% населения пытаются стать тем самым 0,1%. Но ничего не выходит. Как же так? Ведь мы, оказывается, намного сильнее. Все очень просто. Мы десорганизованы, а они нет. Фокусируйтесь на том, как действуют умные деньги. Сфокусируйтесь на будущем и том, что на самом деле происходит. Не спешите участвовать во всяких непонятных GME и AMC пампах. Я всегда говорил и говорю, покупайте активы, которые недооценены, чьи курсы придавливаются к самой земле. В 2018 году таким активом был биткоин. Сейчас таким активом мог бы быть XRP. Но за последние сутки он неплохо прибавил в цене и побил рекорд суточного роста за последние 3 года. Таков ответ цены XRP на громкий ответ Ripple, который они адресовали комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ripple в качестве защиты аргументирует, что Ethereum получил добро от комиссии, но комиссия не раскрывает почему. Суд комиссии с Ripple может привести к тому, что мы получим обязательство впредь раскрывать такие дела публично. А также и то, что XRP может повторить судьбу эфира. В этом посте мы видим видеоотрывок от Jungle Inc. XRP. В нем мы можем услышать путь эфириума, который был ценной бумагой с самого начала, но затем все изменилось. Ты можешь стартовать как ценная бумага, но затем децентрализоваться достаточно, чтобы перестать ею быть. Пожалуйста, послушайте этот видеоотрывок. Эфириум был монетой, которая фактически контролировала всю сеть. Но сейчас что мы видим? Очень децентрализованную сеть. И мы не видим какой-то централизованный орган или лицо, которое можно сказать, вот он вернет мне прибыль из моих инвестиций. Этого нет. Наоборот, мы видим публичную и децентрализованную сеть. Конференции разработчиков также очень открыты. Короче говоря, мы не видим особого смысла трактовать эфириум сегодня как ценную бумагу. Друзья, вы можете просто скопировать все то, что этот человек сказал об эфириуме и применить это к XRP. Это то, что Ripple пытается сделать против иска комиссии по ценным бумагам и биржам США. Не подумайте, ни я, ни сам Ripple не пытаемся уничтожить эфир вслед за XRP. Нет, мы пытаемся поднять все криптопространство. Вот почему был создан Flare Networks, принесший токены Spark и смарт-контракты на XRP. Вот почему к Flare Networks присоединился и Litecoin, DoggyCoin, потенциально и сам эфириум, а в будущем и биткоин. Черт возьми, неужели кому-то до сих пор непонятно. Мы здесь строим институциональный фундамент для целой новой криптовалютной финансовой системы. Понятное дело, закостенелая старая система будет нам мешать. И нам придется идти до конца. Февраль это месяц битвы за криптовалюту. И это не битва моей какой-то любимой монеты против вашей любимой монеты. Это битва разных поколений и разных эпох. Но мы, как молодые, победим. Так или иначе. Вспомните Грега Кида. Это один из самых известных инвесторов Силиконовой долины. Он сказал, что XRP заменит счета Ностра и Востра. И если что, это 27 триллионов долларов. Посчитайте, сколько будет стоить XRP в таком случае. И это не мои слова. Это слова Грега Кида. Еще раз, это не я сказал. Это сказал Грег Кид. Погуглите, если вы не знаете, кто это. И сейчас он является инвестором не только в Твиттере Square, но и в Ripple XRP. Я думаю, этот человек явно умнее меня. И я думаю, что такие люди, как он, всегда выигрывают. И если мы будем следить за их действиями, то и мы тоже. Друзья, меня зовут Богатейший Ди. Спасибо за просмотр. И как всегда, я благодарен каждому, кто посмотрел видео, поставил лайк и написал комментарий. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для дальнейшей работы. Богатейте. И увидимся совсем скоро в новом видео. До скорого. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Продолжение следует...